Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у меня для вас последние пустые баночки в этом году. В преддверии нового года хочется немножко расхламиться, избавиться от лишнего, попрощаться с начатым в этом году. Присаживайтесь поудобнее, я покажу, что закончилось у меня, а вам предлагаю тоже разобрать свои запасы и оставить старые в старом году. Поехали! Один из лучших гидрофильных щербетов, которые когда-либо у меня были, это Beauty of Chusson. В этом году я в принципе открыла для себя этот бренд и у меня появились фавориты, которые я обязательно покажу в фаворитах этого года. Не знаю, когда смогу их снять, но возвращаясь к гидрофильному щербету, к сожалению, он продается в таком не самом большом формате. Здесь всего лишь 100 мл, но в принципе у него достаточно экономный расход. Удобная упаковка, здесь вот такая крышечка, ничего не нужно откручивать, закручивать. И также в комплекте была лопатка. Гидрофильный бальзам не имеет никакой отдушки, он очень приятный, он хорошо эмульгирует и, конечно же, смывает косметику. После этого гидрофильного щербета кожа шелковистая, мягкая, не хочется говорить увлажненная, но что-то в этом и есть. Некоторые гидрофильные щербеты, в принципе очищающие средства для лица, оставляют ощущение стянутости, здесь этого нет, очень приятно. И, кстати, я не заметила забитых пор после этого средства. Оно у меня не впервые и обязательно буду повторять. Феноменальная пудра от бренда Hourglass. У меня даже развалилась упаковка, потому что я возила ее с собой в поездки. И вообще это то средство, на которое лично мне не жалко денег. Я пробовала очень много и дорогих, и бюджетных, светоотражающих пудр, придающих свечение. Но вот она, как вам сказать, это нужно видеть на лице и, в принципе, любить такое, потому что, если вы в матовой команде, то, скорее всего, вы ее не оцените. Это и не хайлайтер, и не классическая пудра, но она делает лицо таким холеным, таким дорогим, таким красивым. Это пудра, которая, с одной стороны, дает коже свечение достаточно сильное, но с другой она все сглаживает. И даже если ты попадешь на какой-то участок, где есть неровности, прыщ или еще что-то, то она все равно визуально это как будто не так сильно подчеркивает. То есть она имеет еще такие рассеивающие свойства. Насколько мне память сейчас не изменяет, вы мне писали, что это нормально после наркоза, и это пройдет. В этой пудре нет талька. Если вдруг я сейчас выдала какую-то дезинформацию, я напишу поверх экрана. Если ее не будет, значит это действительно так. После этой пудры у меня нет каких-то несовершенств на лице. Есть некоторые пудры, румяна, бронзеры и все остальное, что мы на себя красим, что наоборот провоцирует высыпание, забитые поры. Здесь я этого не заметила. И эта пудра имеет еще одно свойство. Вот, например, когда вы нанесли не самый удачный тональный крем, немножко вуально наносишь эту пудру, и все играет по-другому. Как будто она улучшает даже самый отвратный тональный крем. Мало того, ее можно использовать не так, как я, поверх влажного тонального крема, а как завершающий штрих в вашем макияже пушистой кисточкой, только по тем зонам, которые вы хотели бы буквально, визуально отполировать, подсветить и придать коже рельеф. Потому что мы не только рисуем рельеф при помощи каких-то бронзеров и скульпторов, но это также работа с сияющими текстурами. Эта пудра очень приятная, ее надолго хватает. И мой идеальный оттенок Luminous Light. Он не самый светлый, но в зимнее время я наношу ее по периферии, а в летнее вообще могу бахнуть на все лицо. И она даже как будто делает тебя визуально моложе, свежее. И вот самые красивые мои макияжи, не только на мне, но и на других, кого я красила, были с использованием этой пудры. Буду искать ее с какой-то хорошей скидкой, которые у нас случаются. Гель для бровей, который я закончила, но не выбрасываю. Я расскажу вам в бюджетных находках, почему. Мне нужна только упаковка. Это Got2B от бренда Schwarzkopf. Он, к сожалению, не везде доступен. В Польше он не продается в стационарных магазинах. Его можно заказать где-то на Allegro, но он будет с наценкой. На самом деле он стоит не так дорого. И здесь один из самых больших объемов вообще гелей для бровей. У меня все уже постиралось, потому что он у меня был достаточно долго. И я видела, что некоторые блогеры не совсем правильно им пользуются. Я показывала в своих собиралках, в каких-то частях влога, как я его наношу. И это тот гель, который даже при небольшом количестве... Не наносите много таких средств, потому что они термоядерные, они очень сильно и надолго фиксируют. И если переборщить, то остается такой белый некрасивый налет. С этим гелем, кстати, у меня не было никаких проблем. И здесь вот такая удобная щеточка, которая с одной стороны имеет более длинные ворсинки, а со второй стороны ровные. И потом, в принципе, я так делаю с каждым очень сильно фиксирующим гелем. Я сначала наношу гель, а потом или пальцем приглаживаю, или, например, кончиком кисточки, чем-то плоским, чтобы это как будто прилепить к коже. Тренд продолжается. I'm sorry, все будем клеить себе брови еще какое-то время. Но мне кажется, что тогда весь макияж выглядит как будто опрятнее, когда у тебя зафиксированы брови, а они вот так как-то летают хаотично по всему лицу. И этот гель справляется и с моими длинными, не самыми густыми бровями, с густыми и жесткими. Нужно, наверное, как-то приловчиться, да? Но для меня это вообще один из лучших гелей для бровей. Но забегая наперед, у меня для вас будет еще бюджетнее просто ведро геля для бровей. Давайте так, вы посмотрите бюджетные находки, а в описании я вам оставлю название того, что работает точно так же, как эта малютка, только в 10 раз больше по объему, при том, что это самый большой гель для бровей. Сегодня достаточно много того, что я прям сильно любила. Это тональный крем от бренда Paese. Я себе уже снова купила такой же. Это, знаете, такой беспроигрышный вариант лично для меня, когда мне нужно, чтобы было и красиво, и комфортно, и перекрытый несовершенство, и при этом стойко. Это тот тональный крем, который стоит недорого. Его цена в Польше около 10 евро, и я бы смело могла его советовать иметь в косметичке каждого визажиста, потому что он универсальный, он пластичный, он подстраивается под текстуру кожи. Он чудесно выглядит на сухой, на комбинированной даже жирной кожи. Только с жирной кожей мы используем более матирующую пудру. Он очень хорошо смотрится на возрастном лице. Когда он, например, попадает в какие-то заломы, его можно спокойно расправить в течение дня. При этом вы его не сотрете, ничего с ним не произойдет. И он как-то, знаете, просто красиво ложится и красиво носится в течение всего дня. Если вы прям сильно его вытрите рукой или шарфом, то, понятное дело, он сползет. Но вы можете даже вот так чуть-чуть как-то, знаете, что-то расправить, и тоже будет красиво. И это приятно ощущается на лице. И я с удовольствием его использовала. У меня оттенок и 01, и еще какой-то потемнее. И сейчас я повторно взяла себе 01, потому что это мой безупречный тон, безупречный оттенок и тональное средство, в принципе, на холодное время года. На праздники, на каждый день можно нанести тоненьким слоем. Знаете, у него такая вот широкая вариативность, потому что вы можете командовать этим тоном, а не он вами. Нюд в вот такой упаковке от бренда L'Oréal, оттенок 642. Есть немножко запах, но это не такое, как бывает в некоторых средствах для губ от бренда L'Oréal. Меня он не смущает. И это такой красивый нюд. Он бежево-розовый, увлажняющий, кремовый. У меня здесь буквально только остатки, которые еще можно как-то достать, но уже не хочется там как-то пальцем, кисточкой возиться. И если вы ищете какую-то помаду из миддл маркета, то обратите на нее внимание, она подходит ко многим макияжам, когда у тебя акцент на глаза. У меня сегодня, девочки, так понесло. Я не знаю, я выравнивала стрелки, потом вообще не знаю, что случилось, я не очень довольна тем, что у меня вышло. И можно было бы и нюдовую помаду, но я решила, что хватит, просто нужно остановиться и оставить свое лицо в покое, иначе будет только хуже. Но зачастую к такому акцентному макияжу глаз я выбираю такого плана помады. И, конечно же, она не будет суперстойко держаться в течение дня, но это кремовый нюд, и, в принципе, чего вы от него еще можете хотеть. Вы без проблем добавите его в течение дня, и помадка прям очень классная и горячо любимая. Спрей для лица от бренда Maribodesk. Я использовала его в качестве тоника, и я не уверена, они там бывают разные у Maribodesk, но у меня было вот таких несколько. И как-то я скептически раньше подходила к этому тонику, может, у меня было что-то другое. Но что касается именно вот этого спрея для лица с алоэ, травами и розовой водой, мне он нравился. И даже когда я наносила его на лицо после умывания, летом особенно, мне вот этого увлажнения было достаточно. Он хорошо успокаивал кожу. Вижу, что здесь вот несколько капель осталось, но оно уже не пшикается прям совсем. Может, вылью на ладони и да нанесу, но здесь буквально граммулька. Классный, удобный формат, вот такой маленький. Он иногда продается в наборах от Maribodesk. Можно бесплатно в Сифоре получить, когда совершаешь какие-то покупки. И я бы с удовольствием взяла себе еще большую. Кстати, хорошая идея. Гидрофильное масло для лица от бренда Unique, возможно, так. Это корейская марка с календулой. 94% натуральных ингредиентов в составе. И просто нормальное гидрофильное масло. Без эффекта вау, да. Смывала макияж. Раз лучше, раз хуже. Но больше всего меня раздражало то, что подтекала упаковка. И не дай бог, где-то там как-то его перевернуть. Он вытекает и может что-то запачкать. Я случайно это обнаружила, потому что достала банку, что-то там хотела снимать. И оставила его в вот таком положении на гладильной доске. Все запачкалось. И как бы я там не стирала этот чехол, все равно пятно есть. Ну, не знаю. Не могу вам сказать, что вам прям это надо. Если интересно, то можно. Но не настаиваю. Я не знаю, как это здесь оказалось. Видимо, я посчитала, что мне обязательно нужно вам об этом напомнить. Это гранулы такие от бренда Lenore. Которые мы кладем прямо в барабан нашей стиральной машины. Его можно использовать в качестве кондиционера для белья. Но он больше придает именно аромат. Или в качестве бустера для того, чтобы ваше белье вкусно пахло. У меня было несколько ароматов. Мой самый любимый там с розовыми цветами, с пионом. Но, наверное, это была какая-то лимитка. Потому что я ее больше нигде не могу найти. Также в золотой упаковке нравится вот это. Аметист и цветочный букет. Не по душе мне в голубой. Типа как свежесть там чего-то. Не знаю. Прям пахнет сильно порошком. Для меня это нет. И очень многие ароматизированные порошки или кондиционеры я не могу вынести. Потому что я буквально задыхаюсь в этом. С этими гранулами и запах приятный. И нет вот этого ощущения удушья. Как, например, после Ариэля или после Тайда. И когда достаешь вот это чистое постельное белье. Или какие-то вещи после стирки. То вот этот аромат, он все-таки удерживается. Не прям сильно долго, а чтобы неделями. Но тем не менее это очень приятно. И для меня это мое бытовое открытие. Несколько тушей для ресниц. Я предпочитаю бюджетные. По той причине, что я часто их обновляю. Мне нравятся влажные кремовые. Не сухие. И с силиконовыми щеточками. И этих тушей мне хватает где-то на полтора-два месяца. В зависимости от того, как часто я окрашусь. Давайте для начала пройдемся по бренду Everline. Вот это действительно очень крутая тушь. Я покупаю ее сейчас даже чаще, чем в Ариете. Почему? Потому что здесь для моего глаза и для эффекта буквально накладных ресниц вот самая удачная для меня щеточка. Она и удлиняет тоже, и разделяет, и хорошо захватывает реснички вот здесь, во внешнем уголке глаза. Господи, а когда пройдет это торможение? И она в виде вот такой как бы елочки. Это силиконовая щетка. И сама по себе тушь очень приятная и удобная в использовании. Формула такая, как я люблю. И это, кстати, это тоже в Ариете, только называется она Oh Pretty. В розовой упаковке. Классическая в Ариете. Тоже с силиконовой щеточкой. Такая классическая, можно, наверное, сказать. Она чуть меньше, и я ее, в принципе, люблю. Только, знаете что, она дает иногда, в моем случае, слишком сильный объем. И когда она супер свежая, нужно немного снять самой туши со щеточки, чтобы не было ту мачь на ресницах. А потом, когда она раскрашивается где-то через недельку, это тоже хлопай ресницами и взлетай. Я люблю большие ресницы. Вы можете любить что-то другое. А мне нравится, когда они изогнутые, длинные. И это те туши, которые держат завиток в течение дня. Они у меня не размазываются. Кстати, что там по размазыванию, то я бомбанула себе внутренний уголок тенями. Вроде как пока что нормально. Но размазывается у вас тушь или не размазывается, я всегда повторяю это из видео в видео. Иногда проблема бывает не только в туши, а также в креме, который вы используете. На область вокруг глаз. Консилера. Если он жирный, то вполне вероятно, что, например, тушь с нижних ресниц у вас отпечатается быстрее, чем если бы у вас был какой-то другой. Также пудра, которую вы фиксируете, консилер. Это все в совокупности действительно имеет значение. И вот эти две туши, ну всегда, когда, знаете, закончилась тушь, нужно что-то быстро купить. Эвелайн у нас представлены везде. Я уже несколько лет не крашу нижние ресницы. Мне кажется, у меня и без этого достаточно большие глаза. И иногда в некоторых макияжах мне хотелось добавить. И я посчитала, что вот такая небольшая щеточка, она прям миниатюрная. Очень тоненькая. Это как раз будет чуть-чуть придавать какую-то тень, возможно, не сильно прокрашивать ресницы. И по факту так оно и было. Но я пользовалась ее не очень часто. И поэтому она просто-напросто засохла. Она должна разделять. Супер узкая такая. Ну, чтобы разделяла не особо. Нет, она просто чуть-чуть прокрашивает, не утяжеляет ресницы. И на этом все. Для нижнего века, возможно, вам такое надо. Я купила ради интереса. Но, пожалуй, останусь присвоен. Ну, то есть крашу верхние ресницы любимой тушью. А с нижними, как получится, в основном не добавляю. И тушь, которая точно будет в фаворитах года. Что-то я слишком много вам здесь выдаю своих секретов. Это Catrice. Никогда не покупала туши от Catrice. Или почти никогда. Называется она Glam and Doll. И это тушь, которая снова у меня в косметичке. Сегодня я накрасила ее в один слой. Она очень хорошая. Здесь изогнутая щеточка силиконовая. Хорошо обволакивает ресницы. Держит завиток. Все, как я люблю. И вообще накрасила. И без проблем. Еще и разделяет. При том, что я не всегда люблю вот такие щеточки. Изогнутые в виде ложечки. С этой как-то мы прям сильно подружились. И мне захотелось купить ее. Заказала онлайн. Потому что у нее не всегда по дороге в Хэбе. Или там, где продается у нас Catrice. Немного расходного материала. Мицеллярная вода от Evoline. Просто очень большой объем. Поэтому она у меня максимально долго была. 650 миллилитров. 150 миллилитров бесплатно. Очень приятно. Хорошо удаляет макияж. Все, что я могу сказать. Не сушит кожу. Не сжет глаза. Поэтому у меня это уже какая-то там по счету банка. И это очень удобно. Потому что я не жалею для себя мицеллярной воды. И когда она заканчивается слишком быстро, это только раздражает. Лучше купить вот такую большую. У Evoline мне нравятся мицеллярные воды, например, для чувствительных глаз. Или вот эта. Она немножко пахнет. Но это не прям, знаете, вот очень сильная яркая душка. Некоторые пахнут еще сильнее. Если взять для чувствительных глаз, чувствительной кожи, то она будет вообще без запаха. И это, не знаю, в такой черной упаковке. И сейчас у меня с витамином С тоже отменно. Мой ретиноид дифирин, который я покупаю без рецепта на iHerb. Но я еще раз скажу о том, что это не для каждого. Не для тех, кто кормит грудью, планирует беременность. И находится в положении. Это раз. Это очень важно. Во-вторых, именно этот ретиноид, это тоже не решение всех ваших проблем с кожей. Обязательно посмотрите мое видео, где я рассказываю о кислотах и о ретиноле. Ретиноида для того, чтобы понять, что это за форма. Она препятствует появлению забитых пор. Помогает урегулировать севовыделение. И если есть какие-то забитые сальные пробки, она их буквально растворяет. И заставляет нашу кожу работать по определенной схеме. Я скажу вам так. Спустя несколько месяцев использования ретиноида, у меня были периоды обострения, были высыпания. Но у меня ни разу не было вот этих ужасных шишек, когда пора забивается очень глубоко. Ты ее выдавливаешь, прокалываешь, бегаешь бесконечно к косметологу. Используешь какие-то лечебные мази. И действительно, даже в период обострения все проходило достаточно быстро, заживало. И после любых высыпаний, просто так или после первой такой степени обострения от дифирина, у меня не было вот этих красных пятен. И даже те места, которые у меня были проблемными, они стали чище и лучше. Сейчас высыпания у меня на коже вернулись. Это не только на лице, но даже в области декольте. Это никак не связано с тем, что средство перестало работать. У меня была операция, очень много лекарств и антибиотики. И в принципе я шла на операцию и видела, что печеночные показатели, так знаете, на грани. Потому что у меня врожденные некоторые там истории с печенью, да, и мне нужно за этим следить. И если внутри что-то не в порядке, но ты мажешь крем и ожидаешь, что это как-то исправит ситуацию, это так не работает. Я сдам еще раз анализы, проверю свои печеночные пробы. И сейчас я понимаю, что это последствия того, что я принимала внутрь каких лекарств. И сейчас пострадало и пищеварение, и печенка. Поэтому я продолжаю пользоваться дифирином, очень осторожно. Но чудес не бывает. Это все в комплексе, да. То есть не бывает так, что внутри у нас все плохо, намазалось кремом и все окей. Нет, тоже нужно очень разумно подходить ко всему тому, чем вы пользуетесь. Что вы едите, как вы живете и так далее. Поэтому я восстанавливаю свой организм. Помогаю коже как-то пережить это все, чтобы быстрее зажило, чтобы не возвращались какие-то старые проблемы. И продолжу свое лечение и дифирином. Еще раз, наверное, девочке скажу, если у вас серьезные проблемы с кожей, или вы не понимаете, вы не можете во всем этом разобраться, лучше отправьтесь к врачу. Так будет правильнее для вас, для вашего организма. В целом это нельзя бездумно мазать на лицо. Нужно хотя бы разобраться, что к чему, как это ввести, с чем это нельзя сочетать, какое количество наносить. Я об этом рассказывала. Но если для вас все еще не ясно, то лучше доверьтесь профессионалам. Очищающий гель для лица от бренда Sunday Riley. Мне он нравился, я его использовала достаточно долго, потому что его нужно совсем немного. Здесь много разных классных интересных ингредиентов, благодаря чему само по себе средство и хорошо, при этом бережно, деликатно очищает нашу кожу. Не слишком пенится, насколько я помню. Ну да, какой-то такой просто аромат косметики, ну совсем чуть-чуть. Для меня это практически без отдушки, потому что пахнет, ну не чем-то конкретным. После использования этого средства кожа чистая, она не стянутая, она не шершавая. Я не заставляла себя пользоваться этим средством. А это прям было в удовольствие. Гель приятнейший. И я аж расстроилась, когда он подошел к концу. Шампунь, которым я сейчас пользуюсь на регулярной основе, он мне хорошо подходит. И если переключаюсь на что-то другое, волосы превращаются в солому, они быстрее жирнятся. И нет, я не покрасилась. Как-то, знаете, смотря какое освещение, сейчас пасмурно за окном. То, что вы видите где-то светлее, это от солнца я выгораю. Ну и, конечно, у меня внизу где-то там еще есть окрашивание из прошлого года. Волосы у меня растут быстро, я часто и так прилично обрезаю. То есть я не кончики постригаю, могу столько рубануть. Иногда не всегда удачно. Но окрашивания у меня осталось не так-то и много. Это шампунь, который мне когда-то посоветовала зрительница. Он якобы для блондинок. Написано, что осветляющий. Я не наблюдаю какого-то прям кардинального изменения в цвете волос. Должен питать и придавать сияние. Ну, никогда светлые волосы, будь то натуральный блонд или осветленные, они практически никогда не способны так сильно отражать свет и так красиво блестеть, как шатены или брюнетки. Ну, это просто нужно принять. Но волосы гладкие, они очень приятные, они шелковистые. И после этого шампуня у меня нет зуда. Я уже могу потихоньку отойти от каких-то лечебных шампуней. После этого шампуня нет перхоти, он хорошо пенится. И не так быстро ожирнятся корни. Волосы я покупаю сразу литр, чтобы не запариваться. Я вот это вот не люблю, знаете, кучу банок, лучше одну большую. Когда куда-то еду, то переливаю в небольшие. Крем под глазам от бренда Хеймиш. Это крем с морскими водорослями. Он такой зеленоватый. Он очень долго у меня был, по той причине, что он потихоньку расходуется. Нужно небольшое количество, но я на ночь себе не жалела. Прямо так, знаете, нашлепать. И мне нравилось, как хорошо он питает кожу под глазами. И я тоже много раз делилась с вами, что вот на ночь супер. А днем я не знаю, что не так. Вот я пробовала и совсем чуть-чуть, и побольше. И так, и сяк. Это тоже не мое. Я не люблю к чему-то приспосабливаться. Все должно быть для людей. И, к сожалению, с моими консилерами он не работал с разными. То есть каждый консилер на нем у меня как-то залипал. То ли я не приловчилась к этой текстуре, но я уже и пробовала разогревать ее в пальцах. И прям чуть-чуть так. Но что-то, что-то не знаю. Не сложилось у нас с ним, но это обидно, потому что он дает хорошее питание. Но вот именно поверх, когда наносила какую-то декоративку, ну каждый раз трагедия. Не знаю, портила свой макияж очень часто. Потому что все-таки уход, который мы наносим до, это в каком-то плане база, да? Подготовительный этап, если хотите. И здесь у нас вот мимо. Поэтому использовала на ночь. Если у вас с ним было по-другому, то я за вас очень рада, потому что свойства крема действительно классные. Еще один очень приятный нюд для губ от бренда Golden Rose. У меня где-то подходит к концу еще и розовый, точно такой же. Это оттенок 01 Vanilla Latte. Бежевый нюд. Такой немножко полупрозрачный, увлажняющий, но все равно придающий выразительный оттенок. С каким-то карандашом потемнее, вообще супер. И написано, что он должен тинтовать с SPF 15. Что касается оттенков поярче, возможно это есть. Но с нюдом тинт не особо проходит. Он не сильно глянзовый на губах, как например сейчас помада на мне. Вот такой увлажняющий на каждый день, с карандашом без, с зеркалом без, как хотите. Приятно пахнут, стоят недорого, присмотритесь. Корректор для лица от бренда Pupa Wonder Cover. Вот несовершенство для более плотного покрытия на каких-то участках лица. Я видела, что у нас они перестают продаваться. Я купила себе один на Allegro по какой-то сумасшедшей цене. Сейчас они их перевыпустили. Не знаю, какой он сейчас по текстуре, но для меня это было одно из самых-самых классных средств. В случае X, когда нужно замазать прыщ, постакне, что угодно, под глаза не наносила я девочки. И мне будет очень обидно, если формула ухудшилась. Надеюсь, что нет. Средства для волос люблю и ненавижу. Потому что, когда я им пользуюсь, мне кажется, ну вроде как ничего сверхъестественного. Это спрей, который должен придавать объем. Но когда я им не пользуюсь, я вижу эту разницу. Дождаться от моих волос, чтобы они имели хоть какой-то объем, это unreal. Это практически невозможно. Они сами такие по себе любят быть ближе к голове. И, девочки, это действительно не ощущается на волосах. Он не склеивает волосы. И очень странный факт. Потому что, когда, например, я иду в парикмахерскую, и мне там очень много всего наносят, то волосы жирнятся уже к концу дня. Не знаю, что такое. Если я ничем не пользуюсь, вот именно дома, то волосы жирнятся быстрее, чем когда этот спрей на них есть. То есть я наношу его на влажные волосы, вот именно в этой области, небольшое количество, и делаю укладку. Сейчас мне сложновато еще наклониться, чтобы как-то просушить хорошо волосы. И пока, короче, уложишь волосы, я уже устала, поэтому пока что мне не до укладок. Но я попробовала купить какое-то другое средство, и оно работает хуже, чем Кевин Мерфи. Поэтому, скорее всего, я снова приобрету вот этот спрей для объема, который называется Anti Gravity. О моей любви к бренду ЦРВ вы наверняка наслышаны, и это одно из моих любимых очищающих средств, которые подходят конкретно мне. Это пенящиеся масло. Как бы странно это ни звучало, здесь и церамиды, и сквалан, и триглицериды. Мне не жжет глаза, хорошо очищает кожу, и объем такой, знаете, который послужит достаточно длительное время. Поэтому, да, когда-то снова появится у меня в косметичке, потому что это то, что действительно работает, то, на что я могу рассчитывать, и никогда нет никаких неприятных последствий. Пенится неплохо, но не то, чтобы пена была, знаете, как в ванной. Ее можно быстро удалить с лица, и после вот этого масла пенящегося нет ощущения, как после некоторых гидрофильных, как будто у тебя какая-то оболочка на коже. Нет, вот оно смывается, и все. И для утреннего использования, для демакияжа, для чего угодно, для меня это вот фаворитище. Я не очень часто показываю вам какие-то средства для личной гигиены, но, пожалуй, дезодоранты от бренда Виши – это то, что заслуживает место в пустых баночках и, в принципе, в категории ухода. По той причине, что мы поехали в отпуск, у меня был какой-то другой дезодорант, и он просто-напросто перестал работать. Не знаю, что произошло. В общем, я отправилась в аптеку и купила вот этот дезодорант, не классический, а стресс что-то там. Просто он мощный, он приятно пахнет, и с ним нет вот этого обильного потоотделения, и нет никакого запаха, даже если вот вы раз нанесли, потом вы плавали в море, потом еще что-то там, жара неимоверная, и все равно ты благоухаешь, и все окей. У меня, между прочим, нет проблем с каким-то чрезмерным обильным потоотделением, это очень индивидуальный вопрос, но иногда такое бывает, что какой-то дезодорант не работает, или что-то меняется, и вот тогда тоже могу всегда вернуться к Виши и быть уверенной в том, что ничего не изменится, все будет точно так же комфортно, без неприятных ароматов и всего-всего остального. И некоторые шариковые дезодоранты, они такие липкие, они неприятные, я вообще никогда не куплю, например, там, разве что по ошибке, какое-то Нивеа или что-то гелевое, оно липнет, и это настолько неприятно, Юги храпит на фоне, сори, что я вообще предпочитаю совершенно другие форматы, но вот это самый удачный шариковый дезодорант, который еще и хорошо работает в любых условиях. Ну и снова то, что уже было 100-500 тысяч раз, это Атапалм, это не просто улажняющий крем, он хорошо восстанавливает, облегченная версия вот такая в качестве макияжа для комбинированной, макияжа, базы под макияж, или же для комбинированной жирной кожи на день, например, если вы краситесь и избегаете такого чрезмерного блеска, но при этом ищете улажнение, комфорт и восстановление, или что-то поплотнее для всего тела, и вот, знаете, после всяких там агрессивных кислот, кислотных пилингов, что-то такое нейтральное, но при этом что-то, что поможет вам возобновиться, да, вашей кожи восстановиться. Возобновиться, господи. Вы поняли. И это тоже тот крем, который я сейчас использую на ночь, без аромата, приятные текстуры не катаются у меня под тональным кремом, и самое главное, что они рабочие. Миниатюра, которой я пользовалась, ну, прям не одну неделю, это Бель Рояль, их линейка с медом, с маточным молочком, и у меня также сейчас полноразмерный крем, это была такая сыворотка с гранулками, и бывали случаи, когда я нанесла ее, потом что-то закрутилась, забывала о креме, и потом только просыпалась, что я же крем не добавила, но при этом было ощущение комфорта, такая вот небольшая липкость, когда ее наносишь, но она хорошо впитывается, у нее такая легенькая текстура, но при этом насыщающая кожу. Это дорого, это очень дорого. Это, я бы сказала так, базовый восстанавливающий уход. С какими-то защитными функциями, если это именно питательный крем, в сочетании с этой сывороткой, супер. Если бюджет вам позволяет, и вы не ищете каких-то спецэффектов, там, активных ингредиентов, типа ретинола, кислоты, еще чего-то там, то да, порадовать себя, этим очень приятно пользоваться, и отдушки очень приятные, и текстуры, и упаковки, и все это прям вот с такой утренний или вечерний ритуал я использовала на день, когда очень сильный мороз, моей сухой кожи, которая еще сейчас на ретиноидах, мне этого не было достаточно. То есть мне нужно что-то помощнее, но для такого обычного использования, если у вас не сильный мороз, то да, на весну, на осень, супер, летом можно обойтись одним кремом, но вот это как такая вишенка на торте в повседневном уходе, что-то экстра, да, для комбинированной, для жирной кожи, это тоже отличный вариант зимой, но для склонной к сухости и после агрессивного воздействия ретиноидов, ретинола и их же подобных, то я боюсь, что этого тоже не хватит. Хотя на сыворотку и на крем вместе и по отдельности очень круто ложится макияж. Приятные впечатления. Кондиционер для волос от Olaplex. У меня был целый комплекс и шампунь, кондиционер, и еще там какая-то маленькая баночка номер 3, что ли. Это кондиционер номер 5. Когда тебе жгут волосы во время осветления, то им ничего не поможет, но хотя бы с Olaplex это не так сильно торчало и не выглядело настолько плохо. Когда волос поврежден, ничто не способно его обратно склеить. Это может визуально как-то более опрятно смотреться, но когда ты помоешь и ничем их не намажешь или просто высушишь, они вот так вот будут торчать, как антенна, такие, знаете, тырррр. Но когда я переключилась на Olaplex, на именно испорченные волосы, я заметила эту разницу. Для меня это имело значение, и я видела эффекты, то, за что я заплатила. И не то, чтобы я сильно хотела в это верить, я просто искала что-то, что хотя бы визуально улучшит ситуацию. И этот кондиционер я потом уже использовала и с другими шампунями. Да, он разглаживает волосы, да, они более послушные, даже блестящие. Но если вы будете надеяться на то, что это отменит все ваши неудачные эксперименты и восстановит ваши волосы, и они будут такими же, как прежде, то не обманывайте себя, это не произойдет. А так, чтобы немножко их усмирить и привести в красивый вид, для меня это сработало. Очень классная маска от бренда Misha Time Revolution. Она с вот этой вот ночной ампулой, но здесь как будто, вот знаете, как бустер, да, как будто ты сразу несколько раз подряд нанес вот эту их ампулу знаменитую. Она обладает восстанавливающими свойствами, питательными. И мне очень нравится сама по себе маска. Она плотненькая, она не сползает, она работает как компресс на вашем лице. И если уж использовать тканевые маски, то те, которые что-то делают, они просто там чуть-чуть увлажнили. Мне жалко на это времени. И эта масочка, конечно, не самая бюджетная по сравнению с многими другими корейскими, но я ее приобретала, потому что когда, например, лицо чувствительное, кожа, в смысле, когда я вижу, что не хватает увлажнения, когда нужно что-то срочно сделать, то я наношу и прям вижу визуально, насколько лучше становится ситуация. Плюс вот этой эссенции здесь очень много. Ее можно или так хорошо, обильно нанести на лицо и прилепить все маской, или же я часто так делаю, остатки распределяю на шею, на декольте, и после этой маски даже не хочется добавлять крем. Вот на ночь ее использую очень часто, утром просыпаешься, и это такой свежечок-бодрячок. Оно мне закончилось, и нужно купить. Мне сейчас это не помешает однозначно. В конце еще раз. Паста Джейсон. Самая термоядерная, освежающая, супер мятная. У меня Томак покупает такую пасту, которую посоветовал ему его стоматолог, но мне не хватает этой свежести, которая быстро пропадает. Да, она там помогает с утра, но вот это прям долго чувствуется, и я люблю такое, эх, знаете, хардкор. И это отбеливающая паста. Не знаю, что она там не отбеливает в долгосрочной перспективе. По сравнению даже с другими, которые вот это закончится, например, я не успела ее заказать на Херби, или забыла, или еще что-то. Я покупаю масс-маркетовские, и Марвис у меня тоже была, и разные, и все равно я хочу прям вот эту, потому что это, вы знаете, как самая мятная жвачка, которая прям аж очень-очень сильно ощущается, и надолго дает ощущение свежести. Ну, конечно, после нее зубы тоже чистенькие, отбеливает или нет, но во всяком случае мои зубы не стали темнее. И на этом спасибо, при том, что я пью. И черный кофе, и так далее. На этом все, дорогие мои. Я была очень рада с вами повидаться. Это было еще нелегко. Но, тем не менее, я стараюсь снимать. Я очень сильно скучаю по этому процессу. Я уже не могу лежать, отдыхать, сколько уже можно лежать. Сейчас, пожалуй, я воспользуюсь такой опцией. Восстанавливаться маленькими шагами к здоровой версии себя. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно ваша поддержка. Встречаемся с вами, наверное, уже во влоге или в фаворитах косметики за прошлый год. Посмотрим, как там оно будет. В любом случае, оставайтесь со мной на этом канале. Я буду рада видеть вас и в следующих видео. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok